Застройки 17-го квартала в Якутске быть. Генеральный директор компании Джода, которая должна ввести строительство в одном из самых проблемных районов Якутска, прибыл в столицу. Он встретился с журналистами и рассказал о причинах простой остройки. Напомним, что два года назад администрация города подписала договор с китайской компанией о застройке 2-го, 4-го и 17-го кварталов. В прошлом году забили первую сваю дома, однако дальше работы не продвинулись. В чем же причина разбиралась Сарглана Захарова? Генеральный директор Джода Яньчжаньфу сообщил, что сам обеспокоен ситуацией с остановкой строительства в Якутске. На этот раз мы специально приехали в Якутск, чтобы решить вопросы, связанные с расселением жителей и техническим присоединением квартала. Первый дом с детским садом и многоуровневой парковкой мы планируем сдать в июне 2018 года. Но все будет зависеть от времени, когда решатся основные вопросы. В прошлом году в День Республики торжественно здесь забили первую сваю легендарной застройки 17-го квартала. С тех пор прошел уже год, однако три оставшихся неснесенных дома как стояли, так и стоят. Сегодня жильцы беспокоятся за свое будущее, ведь неизвестно, смогут ли выстоять эти дома до их расселения. Речь идет о домах Якутская 39, 39-1 и 43. Отметим, что 39-й на сегодня официально признан аварийным и обязательства по расселению людей лежат на мэрии города. Однако, как говорят жильцы, никаких подвижек в этом деле нет. Ничего, письма в последний раз в феврале писали, ничего не говорят, решается. Решается вопрос, вчера звонили по этому вопросу, когда будет расселяться аварийный дом. Сказали, письмо в работе. Тем временем, с каждым днем в доме жить становится страшнее. Еще немного и второй этаж придавит первые. Стены покосились и отошли от полов. Сделала здесь, вот там дыра была большая. Вот это все я утеплила, здесь забила. Вот стена, видите, насколько вообще. Что же касается домов 39, дробь 1 и 43, их должен расселить застройщик, но и здесь пока тишина. Однако, как подчеркивают сами представители компании, чем быстрее решится этот вопрос, тем скорее они приступят к активному строительству. Мы должны расселить, чем быстрее, тем лучше для нас и для нас, и для нас, и для них. Не менее важный вопрос, который также стал причиной остановки работ на стройке – замена всех инженерных сетей в квартале. По подсчетам застройщика на эти цели им понадобится больше миллиарда рублей. Финансирование китайской стороны – это уже не будет проблемой. Есть предварительный бюджет. Выходит так, что теоретически к строительству все готовы. Есть и деньги, и материалы, и люди. Остается только расселить последние дома и провести техническое присоединение. Но когда все это произойдет на деле, пока неизвестно. На данный момент с уверенностью можно сказать одно – от стройки никто не отказывался. Сыргыланы Захарова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.